Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе массовое ДТП произошло в час пик в центре Владивостока. Мини-плантация конопли растет на площади Семеновской. Бивни Мамонта попыталась провести через таможню контрабандистская из Китая. День работника воспитательной службы УФСИН. Можно ли изменить отпетого преступника? Главная тема программы. Массовое ДТП произошло в центре Владивостока в час пик, сообщает Риа Влад Ньюс со ссылкой на ДПС ВЛ. Транспортное происшествие произошло на Океанском проспекте 34. Как сообщают очевидцы, Митсубиси Кантер догнал автомобиль Мазда и зацепил Тойота Ленд Крузер Прада. В результате происшествия никто не пострадал, но автомобили заняли две полосы для движения. В настоящее время на данном участке дороги собирается пробка. Заросли конопли обнаружил житель Владивостока на улице Семеновской. В густых кустах на клумбе он опознал известную дурман-траву. Откуда она взялась прямо в центре города – неизвестно. Жители Владивостока сегодня делают ставки в социальных сетях. Кто быстрее обнаружит коноплю – любители травки или стражи порядка? Ценные экспонаты попыталась провести через таможню жительницы Китая. В нижнем белье она прятала 8 килограммов бивней мамонта. Всего сотрудники Дальневосточного таможенного управления изъяли у контрабандистки 173 элемента ценных экспонатов. О том, можно ли перевоспитать отпетого преступника, сегодня поговорим с начальником отдела по воспитательной работе с осужденными ГУФСИН России по Приморскому краю подполковником Шибалевым Михаилом Александровичем. Здравствуйте, Михаил Александрович. Михаил Александрович, скажите, у вас такая непростая совершенно работа. То есть вы работаете напрямую с людьми, которые находятся по ту сторону решетки, скажем так. И ваша задача перевоспитать этих людей. То есть не просто, чтобы они вышли из стен исправительных учреждений людьми с трудовой книжкой, с каким-то там трудовым стажем, но это должны быть люди, которые что? Которые должны быть социально адаптированы? У которых проснулось чувство вины заседельное? Или что? В чем заключается ваша работа? Все правильно. Основная мысль, конечно, которая была затронута при создании данной службы, это организация воспитательного процесса. Воспитательный процесс, он состоит из многих частей. Это или социализация его, и организация поддержания социально полезных связей, восстановление этих связей, которые были утрачены ими. Организация работы с общественными организациями, религиозными конфессиями, которые всеми силами помогают нам вернуть этого человека в общество, исправившимся, ну или, по крайней мере, не опустившегося, скажем так. Все говорят, что колония портит человека. Чтобы избежать этого, мы проводим ряд мероприятий, их достаточно большое количество. Это элекционная пропаганда и культурно-массовые мероприятия, и приобщение, как я уже сказал, религиозных конфессий к работе с ними. У нас во всех исправительных учреждениях осужденным создана возможность посещать культовые объекты. Создано шесть храмов-часовин. В остальных учреждениях, где нет храмов-часовин, созданы молельные комнаты. То есть все люди, которые верующие, они могут их посещать, общаться с представителями религиозных конфессий. Помимо всего прочего, значит, как я сказал, к данной работе приобщаются общественные организации. Допустим, организация, с которой мы сейчас плотно работаем, это физкультура и спорт Приморского края. Общественная организация, основной целью которой является проведение физкультурно-массовых мероприятий. Это наиболее востребовано сейчас, тем более сейчас проходит у нас подготовка, и скоро уже будет чемпион мира по футболу. Ну да, и в преддверии данного мероприятия мы активизировали эту работу, восстановили, скажем так, не восстановили, они были всегда в хорошем состоянии. Футбольные поля, которые находятся на территории, данная организация привозит команды, которые полупрофессиональные, профессиональные, которые играют на территории Приморского края, и они проводят чемпионаты с осужденными, находящимися в наших учреждениях. То есть вы активные участники этого процесса, которым сейчас охвачена вся страна? Обязательно. Значит, в каждом отряде у нас создана наглядная агитация, чтобы осужденный могли ознакомиться с историей развития данного вида спорта. Значит, основные исторические данные по данному виду спорта, значит, приглашаются представители футбольного сообщества для посещения исправительных учреждений, проведения работы со спецконтингентом. Ну, спорт всегда был востребован осужденными. Обеспечить их 100% всех работой несколько затруднительно у нас в наше, так скажем, нелегкое экономическое время. Значит, но чем-то их занимать нужно. Спорт, индивидуальная воспитательная работа, учеба в школе, профучилище. Ну, это одно из составляющих организации воспитательного процесса. Получается, религия, спорт, учеба, что еще? Каким еще образом можно из человека, который приступил закон, то есть, который приступил к какие-то нормам морали в свое время, вот как вернуть ему, что ли, вот эту совесть? Это входит в вашу задачу или нет? Вернуть совесть это очень сложно, но, значит, в последнее время мы отходим от организации проведения мероприятий общих к индивидуальным, персонализированным каждому осужденному. Значит, для этого разрабатывается план специальный на каждого осужденного, какие мероприятия с ним должны проводиться. План составляется, исходя из того, какие у него есть проблемы. То есть, если у него подорваны отношения с семьей, основные мероприятия, и он желает их восстановить, мы основные мероприятия проводим по данному направлению деятельности. То есть, связываемся с его родственниками, не обязательно это близкие родственники, просто он должен почувствовать, что его с свободой что-то связывает. Вот эти родственники, это связь. То есть, не обязательно, что они будут к нему приезжать, что-то делать для него, просто хотя бы вести переписку или по телефону поговорить с ними, это многого стоит. Помимо школы, у нас в каждом исправительном учреждении создано профучилище, в котором они получают начальное профессиональное образование. Количество видов образования, которые они получают, достаточно широкий спектр. Востребованы не только в исправительном учреждении, но и на свободе. Информацию по тем специальностям, которые востребованы, ежеквартально сотрудники группы социальной защиты, которые тоже относятся к сфере воспитательной работы с сужденными, запрашивают в центр занятости. То есть, мы точно знаем, в каком районе какая специальность наиболее востребована. Стараемся дать ее осужденному, который в этот район будет освобождаться, условно-досрочно, либо по концу срока, чтобы он мог прийти в центр занятости населения, встать на учет и получить эту работу. Скажем так, мы даем прикладные виды, то есть это сварщик, каменщик, плотник, наиболее востребованные сейчас. Видите, у нас город строится постоянно, что-то развивается, и эта специальность, она действительно востребована. Выпускаем неплохих специалистов, потому что есть возможность практиковаться. Строительные работы ведутся на территории исправительных учреждений. В дальнейшем, если осужденный положительность, я зарекомендовал, у него есть возможность выйти на колонию-поселение, то есть там он тоже проявляет свою трудовую инициативу. То есть и такая перспектива. Конечно, конечно. Значит, обязательно у человека должна быть перспектива. То есть, все они попадают в исправительные учреждения, скажем так. Если для нас, они все одинаковые попадают. И уже от осужденного и от сотрудника зависит, уйдет ли он быстрее, либо будет отбывать наказание полностью. То есть вы и психологи, и воспитатели. Что еще? Что еще входит в вашу работу? Скажем так, штатно у нас, конечно, есть отдельно психологи. Но начальник отряда, ввиду того, что он проводит с осужденным наибольшее количество времени, он должен быть и психологом, и социальным работником, и в каком-то смысле оперативным работником. Он должен знать по своему отряду все. Начальник отряда – это маленький начальник учреждения. То есть он обладает информацией обо всем. Потому что в его отряде есть все. И тыл, и производство, и воспитательный процесс, и психологическое сопровождающее. Он, скажем так, универсал. На нем зиждется вся работа в отрядном звене. А сколько человек находится у начальника отряда? Отряд создается до 100 человек. То есть у каждого начальника отряда по 100 человек. Ну, естественно, в период отпусков его товарищей, коллег, начальников отряда, нагрузка ложится на него. То есть иногда доходит до 200 человек. Ну, в принципе, работа там поставлена, поэтому перенять другой отряд не составляет особой трудности. Ну, здесь важен вопрос, что каждому действительно нужно найти индивидуальный подход, понять, какие проблемы, чем интересуются, каким видеть свое будущее, есть ли перспективы у этого человека. Ну, то есть я говорю, на ваших плечах, в принципе, огромная ответственность. А подскажите, как сами осужденные реагируют на такую работу? То есть от них чувствуется ответ? Люди хотят видеть свое будущее другим? Или вот действительно, как вы в начале разговора отметили, колония — это место, где человек морально опускается? Или наоборот? Морально они у нас не опускаются, начнем с этого. Значит, естественно, есть какой-то процент осужденных, которые не видят перспективу своего быстрейшего освобождения из исправительного учреждения. Вот наша основная задача — это перспективы ему показать. ему эту перспективу. Поэтому в данной работе мы подключаем все. Понимаете? Это, я понимаю, что исправительное учреждение, оно является как бы закрытым видом исправительного учреждения. Но, чтобы не потерять эту связь с социумом, мы к работе с ними привлекаем всех представителей этого социума. Ну, как я сказал уже, общественные, религиозные, муниципальные власти. Помимо общественных, религиозных, посещают сотрудники группы социальной защиты населения, пенсионный фонд. То есть, чтобы они не утеряли эту связь, чтобы они видели, что общество в них заинтересовано. То есть, для человека, который находится по ту сторону закона, важно знать, что здесь, вот в этом мире, он нужен и необходим. Вот это ваша задача, правильно я понимаю? Это наша основная задача. А скажите, пожалуйста, чем вы еще занимаете осужденных, кроме религии, учебы? Может быть, это какие-то, не знаю, возможности, кто-то там занимается режиссурой, любит смотреть кино, кто-то рисует творчество. Есть такой момент в вашей работе? Все есть. Есть возможность проявить себя во всем, чем угодно. То есть, мы должны увидеть, что человек хочет себя в чем-то проявить. Ну, не секрет, не всех мы можем занять трудом. Кто-то уже имеет образование, соответственно, ему не надо посещать школу. Но проявить он себя всегда должен хотеть и мочь. То есть, проводятся конкурсы, проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам. Проводятся физкультурно-спортивные мероприятия. Это чемпионаты по всем видам спорта. Ну, кроме плавания, конечно, у нас бассейнов не созданы. Вот. Поэтому они оформляют наглядную агитацию, стен газет, участвуют, значит, в конкурсах стихотворных. Проходили конкурсы живописи, иконописи. Наши работы уходили в Москву, значит, там мы занимали призовые места. Постоянно, каждый год выпускается сборник, я верну потерянное имя, в которых печатаются стихи осужденных. И мы тоже входим в этот сборник. Потом, значит, данные сборники доводятся до осужденных с помощью кабельного телевидения или радиоточек. У нас в каждом учреждении создана студия кабельного телевидения. Так вопрос о том, что режиссурой хотят они заниматься, могут или не могут. Они могут. То есть они могут сами делать видеоролики, выпускать новости свои по учреждению. И они это плодотворно делают. Создаются кружки по интересам. То есть это и физкультурно-спортивные, и художественные самодеятельности. Ну, их большое количество. Наибольшее количество у нас в воспитательной экологии для несовершеннолетних. Там количество кружков 14 штук. Разнообразнейших. В случае, если есть возможность пользоваться библиотеками. В каждом исправительном учреждении у нас есть библиотека. Книжный фонд составляет ее по Приморскому краю порядка 75 тысяч книг. Скажем так, ежегодно этот библиотечный фонд пополняется. Идет замена устаревшего фонда на новый. В основном он пополняется за счет гуманитарной помощи, оказыванной родственниками осужденных. Либо просто граждан, которые заинтересованы сохранить этот фонд. Сейчас же понимаем, что от обычных книг все переходят на электронные носители. Но книгу ничто не заменит. Эти книги граждане передают нам в исправительное учреждение. А с кем легче? Кто легче идет на контакт? Женщины, мужчины или, может быть, дети, подростки? Все сугубо индивидуально. Ну, скажем так, у женщин, естественно, вот это творческое начало, но более развито. Действительно, их не надо заставлять, их не надо принуждать, им не надо ничего объяснять. Они хотят себя проявить. Они хотят сделать какое-то творческое выступление. Они хотят сделать какой-нибудь показ мод. У нас недавно как раз проходило мероприятие, посвященное Дню легкой промышленности. Там было устроено шоу. Это настоящее шоу. Изготовлены огромные декорации, красивейшие декорации, костюмы. И все это сделано руками осужденных. В стиле Екатерины Второй. В стиле Екатерины Второй, да. По несовершеннолетним, ну, их наиболее, конечно, интересует это проведение физкультурно-спортивных мероприятий. Молодость, им хочется куда-то девать свою вот эту вот неизрасходованную энергию, бурную свою. И чтобы направить в нужное русло, значит, было принято решение, что наибольшее внимание уделить физкультурно-спортивным мероприятиям. В воспитательной колонии проходят множество спартакиад. Это и зимние, и летние спартакиады. Несовершеннолетние сдают нормы ГТО. Там проводятся военно-патриотические эстафеты. То есть количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности просто огромное. А если человек не хочет идти на контакт с вами? Вот вы к нему шаг, а он два шага назад. Есть такие случаи и какие меры вы предпринимаете в таких ситуациях? Скажем так, изначально, когда они попадают в исправительное учреждение, это наблюдается практически у 80%. Мало кто сразу идет на контакт, потому что все смотрят фильмы, что исправительное учреждение это очень сложно, что там какая-то своя специфика. Таких людей, которые не идут на контакт, их единицы. Просто для этого нужно время. Время и желание. Желание осужденного и желание сотрудника. Если осужденный увидит, что желание у сотрудника искренне, то он пойдет на контакт. Пройдет какое-то время, и он все равно пойдет на контакт с сотрудником. Ничего нарушающего его законные права от них не требуется. Все делается для них. Для того, чтобы они чувствовали себя более-менее комфортно в исправительном учреждении. Чтобы они поняли, что за пределами исправительного учреждения в них заинтересованы и поскорее освободились. И эту мысль мы пытаемся им привить. А вспомните какой-нибудь наиболее интересный случай в своей работе, когда вам пришлось приложить какое-то достаточное количество усилий и времени для того, чтобы расположить к себе человека. Для того, чтобы дать ему понять, что именно ваша работа с ним и его работа с вами – это перспектива для дальнейшего освобождения и нормальной адаптации в социуме. Не будем называть фамилии. Нет, без фамилии абсолютно. Случаи, конечно, такие присутствуют. В моей практике они были однозначно, их было большое количество. Но даже в самый последний случай, который я вспоминаю, обратилась ко мне девушка. Она хотела вступить в брак с осужденным, находящимся в исправительном учреждении. Однозначно им это разрешено. То есть ничего в этом такого нет. Просто меня заинтересовал этот человек, с которого она решила вступить в брак. Я выехал в учреждение, пообщался с сотрудниками. Скажем так, сотрудники охарактеризовали этого человека неоднозначно. То есть, в принципе, человек имеет два высших образования. В принципе, у него уже за плечами достаточно большой груз знаний. Но стабильного, положительного поведения у него нет. То есть он может что-то нарушить, он может как-то неправильно отреагировать на проводимую с ним работу. Я с ним встретился. Честно скажу, потратил с ним на беседу, наверное, часа три. Много мы с ним общались. Он мне много что о себе рассказал. Потом удивился, что так много мне рассказал о себе. Значит, ну что хочу сказать. Они вступили в брак. Значит, этот человек готовится к выходу на колонию поселения. А на колонию поселения у нас выходят не все, только положительно характеризующиеся осужденные. И администрация учреждения его будет поддерживать в данном начинании. То есть они будут ходатайствовать. Не скажу, что моя беседа повлияла на него. Ну вот чем вы объясняете такое поведение человека? Такую совокупность. То есть он почувствовал, я же говорю, главное, чтобы почувствовали заинтересованность в них на свободе. То есть он женился, он увидел перспективу, его ждут на свободе. Я, собственно говоря, тоже поучаствовал в этом немного в процессе. Тоже с ним побеседовал. Абрисовал ему перспективу, потому что изначально человек не собирался выходить на колонию поселения. Он освобождаться собирался по концу срока. При этом собирался жениться. Ну то есть пришлось расставить все точки над «и», объяснить, что это неправильно. Человек его ждет на свободе. Ему надо выходить быстрее. Колония поселения является ступенькой отправной к скорейшему освобождению. То есть выходу из исправительного учреждения условно-досрочно. Единственное, он может столкнуться с сложностью вот этой бюрократической нашей машины. Тут главное суметь справиться с этим. То есть быть сильным, несмотря на существующие сложности, бороться с ними и победить. И тогда, я думаю, его судьба нормализуется. И тогда страна получает еще одного гражданина, еще одного налогоплательщика. Спасибо вам большое, Михаил Александрович, за содержательную интересную беседу. Будем надеяться, что в вашей исправительной колонии все равно будет попадать как можно меньше людей. Как можно меньше людей будет приступать к закону. Ну а вам удачи в вашей работе. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс».